Любители физической культуры, приверженцы здорового образа жизни, а также мастера спорта собрались на центральной площади города ради самого важного спортивного события этого года – Европейских игр 2019. Акция прошла под девизом «От малых побед к олимпийским вершинам», приобщив всех собравшихся к предстоящему спортивному празднику. И неважно, в качестве кого они примут в нем участие – волонтера, болельщика или организатора. Для этого и проходят сегодня и не только в Бресте, но и по всей Брестской области уже мероприятия. Мы инициировали тоже в свою очередь проведение мероприятий более мелкого масштаба, но в каждой школе в мае пройдут приветствуемые европейские игры, и вот пройдут олимпийские дни под этим девизом. И подобные эстафету принимают школы, образовательные школы в мае, так что я думаю, будет насыщенным месяцем для… не только для спортсменов, но для всех, кто любит спорт. Спортивная акробатика, аэробика, бокс, греко-римская вольная борьба, дзюдо, карате и многое другое. О 9 из 15 видах спорта рассказали организаторы и наглядно продемонстрировал будущий резерв спортсменов – представителей различных спортивных учреждений нашего города. Они еще раз убедили, что для занятия спортом все возрасты покорны и к своей золотой мечте важно идти до конца. А прямое доказательство высокого спортивного уровня нашей страны – выдающиеся спортсмены и их победы на международных соревнованиях. Я активно слежу, несмотря на то, что нахожусь далеко от Беларуси, я активно слежу за спортивной жизнью юных атлетов, также олимпийских участников, чемпионов мира. Мне эта тема интересна, я всю жизнь в спорте. Я считаю, что в Беларуси есть все шансы проявить себя во многих видах спорта, завоевать золотые медали, серебряные, бронзовые. Я считаю, что родные стены помогут атлетам, и мы покажем достойный результат. Гибкость, ловкость, быстрота и равновесие – сочетание этих качеств требует больших усилий. Об этом точно знают юные спортсмены. А примеры грации – хорошая мотивация для подрастающего поколения в покорении новых вершин. Привлекло то, что я сюда пришел, так это европейские олимпийские игры, потому что я уже много занимаюсь боксом, и я знаю то, что бокс входит в эти олимпийские игры. Конечно, было бы интересно посмотреть на тех знаменитостей, которые занимаются боксом и другими видами спорта. Это довольно интересно. Я занимаюсь тремя видами спорта – настольным теннисом, танцами и плаванием. Я пришла сюда, чтобы посмотреть на другие спортивные секции. И мне было очень интересно посмотреть, как другие занимаются разными видами спорта. Акция «Вперед! К европейским играм» завершится 21 апреля. А это значит, что еще два воскресенья жители города смогут принять в ней участие и стать к европеаде на один шаг ближе. Спорт – это очень интересно, что спорт – это захватывающе. И, возможно, эта наша акция увеличит количество любителей спорта, людей, которые захотят принять участие и посетить сами европейские игры, приехать в город Минск и стать зрителями, поболеть за нашу сборную. И, возможно, те, которые это посмотрят, мы пригласили очень много учащихся, посетят наши спортивные секции и останутся в большом спорте. Юлия Силюк, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».